Почему мы решили делать коронки после эндодонтического лечения и использовать стекловолоконные штифты? Давайте разбираться вместе в новом клиническом случае BG Dental Cases. Поехали! Привет, друзья! Снова новый выпуск на нашем YouTube-канале BG Dental Cases в эфире. Мы обсуждаем с вами клиническую ситуацию, где было проведено перелечивание корневых каналов и восстановлены зубы с использованием керамических коронок и стекловолоконных штифтов. Перед тем, как приступить к изложению материала, хочу напомнить вам, что на нашем YouTube-канале в разделе плейлисты в рубрике BG Dental Cases вы можете найти огромное количество полезной информации о разных клинических ситуациях, на разные клинические темы, подчеркнуть классные врачебные инсайты. Для пациентов будет тоже информативно. Также на нашем YouTube-канале вы найдете массу интервью и вебинаров, которые повысят ваш профессиональный навык и знания. Итак, исходная ситуация, как вы видите, композитные реставрации, зубы восстановлены объемными пломбами, зубы довитальные, зубы даже немного резорцининые, а может быть и много, вот здесь как раз это хорошо видно в пришедшей зоне зуба 21. Это фрагмент комплексной работы, комплексной реабилитации. Вы сейчас посмотрите на язычную сторону и, в принципе, поймете, почему мы решили делать коронки. По сути, выбор в пользу коронок в данном клиническом случае был обоснован не столько функциональными вопросами, которые мы решали комплексно в данной клинической ситуации, но тем, что это уже были, по сути, коронки, которые выполнили пациентки до нас в прямом методе восстановления. По большому счету, у нас есть пломбы со всех сторон. Почему я эту информацию выдаю, делаю на этом акцент? Потому что есть большое количество пациентов, которые приходят в клинике и говорят, вот можно нам зубы восстановить, вот не хотелось бы делать коронки. И в их понимании, если врач взял композит и начал композитом зуб там восстанавливать, там делать пломбочку, то это вот классно, это хорошо, это не коронка. Потому что у многих людей слово коронка ассоциируется, наверное, с безвозвратно ушедшей молодостью. И это кажется такой, как бы, уже вид лечения, который нужен уже, скажем, более взрослым, возрастным людям. Так вот, спешу вас заверить, что нет, коронка это, по сути, вид реставрации зуба. Просто-напросто. И выбор в пользу коронки или не коронки будет обусловлен исходной клинической ситуацией. По большому счету, коронка может быть сделана из керамики, может быть сделана из композита, из золота, из металла. Да, она может быть сделана прямо в полце рта, а может быть сделана в зуботехнической лаборатории. Но конструктивно это будет коронка. Так вот, в этом случае уже есть коронки, которые вылепили прямо пациенту во рту и назвали это реставрацией. По большому счету, можно слово коронки вообще убрать, сказать реставрацией. Здесь мы вам сделаем керамические реставрации. И на нашей ситуации здесь нужно будет делать реставрации керамические по типу коронки. Почему? Потому что у нас полностью нёбная сторона залеплена композитом. Нам нужно выполнить туда более прочный материал по типу коронки. Плюс ко всему, поднимая высоту прикуса, нам нужно, конечно же, восстанавливать нёбную поверхность для того, чтобы проводить правильные функциональные движения для нижней челюсти. Статические контакты, чтобы были хорошими, и динамические контакты были хорошими в том числе. И ко всему прочему, здесь ещё у нас есть вот такая печаль. Смотрим следующий слайд. Мы вот все эти пломбы убрали. Видим, что на самом деле от этих зубов осталось. Осталось как бы не сильно много. Осталось совсем чуть-чуть. Были металлические штифты, которые мы оттуда будем извлекать сейчас с вами вместе. И сразу же хочу вот показать, что критический момент. Если вам нужны коронки, или вы планируете делать коронки, особенно коронки, которые не фиксируются адгезивно. Например, металлокерамику вы решили сделать, или вы решили сделать циркон, который вы будете цементировать, а не адгезивно фиксировать. То очень важно получить вот этот вот важный для нас компонент, который называется ферул. Ферул, да? Это выступающий над десной участок зуба. Ферул, да? Минимально. Что у нас есть по ферулу? Значит, есть стандартное как бы значение ферула, то есть высота его, да? Вот высота ферула, высота должна быть не меньше полутора. Давайте я возьму другой маркер. Вот так. Высота полтора миллиметра. Это минимум. Это вот вертикальный компонент, который дает макро ретензию. И ширина. Ширина должна быть тоже не менее одного миллиметра самой стенки. Тогда это должно работать. Если нет высоты, нет ширины, там как бы есть альтернативные варианты решения вопроса. Может быть там взять хирургическое удлинение, либо ортоэкструзию, либо удалить зубы и поставить туда имплантат. Если же мы делаем с вами адгезивные реставрации, то правила немножко меняются. Потому что при помощи адгезивных реставраций мы можем приклеиваться к структурам зуба. Но в этом случае структуры зуба должны быть хорошие, полноценные. Но в данном случае, вот если взять вот этот зуб, то здесь структуры, конечно, не сильно полноценны для качественной адгезии. Потому что зуб, леченный резорцинформалиновым методом, ну скажем так, вызывает ряд вопросов в отношении адгезивного соединения между нашим материалом, цементом, керамикой и зубными тканями. Тем не менее, здесь мы делаем следующий момент. Мы убираем штифты, мы убрали все композиты, убрали все реставрации старые, добились вот, скажем, такого оптимального вида. Это у нас пред, скажем так, эндодонтическая подготовка и предортопедическая, по сути, подготовка. Потому что нам сейчас останется взять эндо и, по сути, потом восстановить культи зуба и сделать препарирование под коронки, поставить временные коронки. И логистика в таких ситуациях следующая. Мы снимаем предварительный слепок, это если вы делаете все сами, да, от А до Я, то есть эндодонтию и реставрацию сами делаете, то вы можете снять слепок или с Воксапа, или прямо в полосерта пациента, убрать все эти старые реставрации, сделать эндодонтию, восстановить культи, отпрепарировать зубы и сделать временные конструкции, сэкономив кучу времени и вам, и вашему пациенту, кстати. Вот. Если вам нужно больше информации на этот счет, то у нас есть вебинар, точнее, даже не вебинар, а онлайн-мастер-класс, который называется «Постэндодонтическая реабилитация», где мы говорим с вами о билдапах и препарировании зубов под керамические накладки, а также говорим с вами о стекловолконных шрифтах и препарировании зубов под керамические коронки. Очень мощный получился онлайн-мастер-класс, но очень много позитивных отзывов, информации огромное количество, причем практической информации, которую можно прямо завтра применять у себя на рабочем месте. Привет, друзья! Это видео о преимуществах, которые вы получите на наших онлайн-мастер-классах. Первое. Эффект присутствия. Это уникальная фишка нашей академии, которая в буквальном смысле переносит вас в наш учебный центр, и вы находитесь здесь и сейчас рядом со спикером. Учебный процесс фиксируется на камеру микроскопа, а также на несколько видеоисточников, в которые пишут общий и крупный план. Таким образом, вы видите весь процесс в самых мельчайших деталях. Отсюда вытекает второе преимущество. Эффективность. Скажите, что может быть лучше визуального контента с подробными детальными объяснениями вместо скучных слайдов и лекций? Третье преимущество. Это удобство. Вы можете учиться где угодно. На работе, дома, на беговой дорожке, с телефона, с компьютера, с планшета, да с чего угодно. Подключайтесь. Онлайн-образование. Белоград Академия вывела на принципиально новый уровень. Итак, смотрим далее. Да, вот мы сделали изоляцию. Изоляция получилась очень хорошей. Все четко, все герметично. Делаем идентическое лечение. В данном случае столкнулось с одной проблемой, что в одном из зубов был открыт апекс. То есть диаметр апекальной зоны был больше, по-моему, 60-го размера. Вы видите прям, это фотография, конечно, не самая качественная, но тем не менее, вот это вот блестящее, что внутри, давайте обведу. Это будет, наверное, лучше. Или вот сделай вот сюда акцент, вот здесь. Этот вот участок, это не что иное, как периодонт. То есть вы можете увидеть периодонт в операционный микроскоп, в прямолинейном канале. Вы можете увидеть периодонт. В таких ситуациях, конечно же, стандартная методика абтурации будет достаточно проблематичной. И данные ситуации мы решаем при помощи создания апекального барьера. То есть мы делаем апекальную пробку из МТА. В данном конкретном случае мы использовали МТА для того, чтобы создать апекальный барьер. Сейчас мы с вами увидим. И тут есть такой лайфхак по данной клинической ситуации. Потому как у нас есть группа зубов, в которой мы сейчас с ней работаем. И мы используем серый МТА. Серый МТА, он быстро твердеет, но тем не менее, я хочу быть уверенным в том, что мой МТА застыл. Так что мы сделали? Мы вначале поставили МТА в центральный резец, где был открыт апекс. Закрыли все это дело, закрыли канал для того, чтобы не попадало туда ничего. И начали заниматься соседними зубами. Мы их быстро перелечили, мы их быстро восстановили. Стеклокомпозитными вкладками, да. Вы видите уже даже фрагменты стекловолоконных штифтов, вот здесь, да. И билдапы, которые мы создали. И пока мы возились вот с соседними зубами, прошло достаточно времени для того, чтобы убедиться, что наш МТА в этом вот зубе, в этом зубе МТА застыл. Супер, застыл, мы победили. Значит, заканчиваем лечение данного зуба в один визит. Если вы хотите продвинуться дальше в области эндодонтии и постэндодонтической реабилитации, то вам одного онлайн-мастер-класса будет мало. Я вас приглашаю сюда, к нам в Киев, на нашу учебную базу. У нас есть двухдневный курс, практически, который так и называется «Этендодонтии к реставрации» или «Большой эндорестокурс», где два дня мы проводим первичную эндодонтию, перелечивание и восстановление руками в фантомах на удаленных зубах, максимально приближая весь этот процесс к реальным клиническим условиям. То есть вы будете прокачаны за два дня просто от А до Я. Причем группа очень маленькая, у нас максимальное количество участников на этот курс 7. И каждому участнику отведено индивидуальное рабочее место и максимум внимания, чтобы вся информация прямо зашла и вы получили навык. Поэтому приезжайте, будет очень круто. Итак, закончили лечение данного зуба. Вот вы видите сейчас, смотрите, после финального препарирования мы немножко еще переместили уступы апикальни и получили ферул, который даже более чем достаточный, да, более чем достаточный. Хотя такого слова к ферулу, как более чем достаточный, нет. Чем больше ферула, конечно же, тем лучше. В данном случае мы получили то, что нужно. И мы, по сути, будем здесь использовать керамические реставрации в адгезивной технике, однако макрокомпонент все-таки есть макрокомпонент. И он по классике еще никем не был отменен. Вот такая история. Финальная реставрация сразу же после установки. Немножко таких вот артистичных фотографий в сторону. И вот результат, смотрите, какой мы у нас есть. Результат по этому кейсу у нас 2019 год. Ну, прошло уже 7 лет, да. Чуть-чуть вот небольшой там скот или там откол по режущему краю 21-го зуба есть, который вообще никаким образом пациентку не тревожит. Если бы тревожил, мы бы приняли решение, как это все решить. В принципе, как бы для 7 лет использования при финальной, при тотальной реконструкции. Здесь мы поднимали высоту прикуса, работали со всеми зубами. То есть такая достаточно большая объемная работа. 7-летний срок наблюдения достаточно хорош. Кстати, уже 2021, уже почти 2022, не знаю, в какой год вы смотрите это видео, оно записывается в 2021 году, в декабре, да. То есть до сих пор это все на месте. То есть по сути мы можем констатировать факт того, что у нас даже не 7 лет уже, а 9, а может быть уже и 10 отдаленного результата, что говорит о том, что у нас все хорошо. У нас есть интеграция эстетическая, у нас есть интеграция биологическая, посмотрите на состояние мягких тканей, и у нас есть интеграция функциональная, что в принципе здорово для такой большой объемной работы. Для тех пациентов, которые нас смотрят и которые хотят получить стабильные, предсказуемые результаты и получить эстетику, функцию и биологию, обращайтесь к нам, мы принимаем, ведем клинический прием. e-mail наш, info.belograd.gmail.com, пишите, записывайтесь на прием. Для врачей, кто хочет продвинуться в эндодонтических реставрационных протоколах, у нас есть практический курс, как я сказал уже, буду всех рад вас видеть. Всем желаю крепкого здоровья и традиционно да пребудет с вами дентальная сила. Всем пока.